Россия и США, между тем, включились в новую космическую гонку за освоение Луны. И проходит она уже не в плоскости идеологии, как в 20-м веке, а скорее экономики, как в 21-м. В 70-м году советские ученые запустили Луноход-1, сейчас их российские последователи готовят к запуску первый Селеноход. Робот, на котором его создатели рассчитывают заработать миллионы долларов, положенные за победу в международном конкурсе. Александр Калинин наблюдал за тем, как Селеноход учится ходить. Вот так просто. Достали из ящика, поставили на пол и почти по-гагарински поехали. Этот игрушечный робот на колесиках – первый шаг России к частному освоению космоса. Сразу видно – размер поменьше амбиций. Покорять лунное бездорожье будут 5 килограммов электроники. Прозвища у них из области сельскохозяйственных технологий – трактор. Он думает, как это сделать. Есть ли там ямки, камни и прочее. И вот он, значит, вот с такой вот маленькой скоростью проедет там полметра и остановится. И мы опять посмотрим, а нет ли там чего опасного. Тогда если есть, повернем и опять проедем там полметра. Такими темпами заданную дистанцию в полкилометра селеноход преодолеет дня за три. Но спешить и смешить весь мир российские разработчики не хотят. Приз за победу – 20 миллионов долларов. Да и принцип «тише едешь, дальше будешь» на Луне никто не отменял. Туда не случайно запускаем два аппарата вот таких. На одном из них, возможно, будет стоять какое-то, например, сцепное устройство. Тогда один сможет подъехать к другому, сцепиться и протащить, помочь ему. Ну, например, вылезти из ямы. Чтобы вылезти из лунной ямы, нужно сначала попасть на Луну. В этом главный вызов всем участникам международного конкурса Google Lunar X-Price. Таковых, кстати, уже 21 из 44 стран мира. Россию представляет одна команда, США для сравнения – пять. Американцы – наши главные соперники. Мы можем сделать все не хуже, чем американцы. Единственное, что нам бы экономическую часть подтянуть в России и сделать этот проект, ну что ли, инвестиционно привлекательным. Для победы в конкурсе нужно до 2012 года доставить мобильного робота на Луну и выполнить ряд заданий. Луноход должен преодолеть не менее 500 метров и отправить на Землю фото и видеоматериалы высокого качества. Команда, сделавшая это второй, получит 5 миллионов долларов. Еще 5 миллионов дадут роботу, который сможет обнаружить следы бывшего присутствия землян на Луне, найти залежи льда в лунных кратерах или выжать в течение Луны ночи при температуре минус 170 градусов. Эффект вот таких вот программ, не столько экономический, сколько я бы назвал эффектом, ну я не знаю, я бы сформулировал так, что это увлечение поколения. Поколения пока увлекают макетом. У настоящего лунохода будут похожие колеса, двигатели и оптика. Ей робот просто усыпан. Стереокамеры высокого разрешения для фото и видеосъемки, пилотажные стереокамеры спереди и сзади для ориентации на местности, длиннофокусная камера для осмотра удаленных объектов. На презентации макетом управляет водитель легендарных советских луноходов Вячеслав Давгань. В 70-х, конечно, все было по-другому. Управлять прототипом селенохода так же легко, как обычной электронной игрушкой. Вот даже пульт от игровой приставки. Есть в этом что-то символичное, ведь сейчас про космос точно не скажешь, простой и доступный. Но видя, как такие проекты становятся реальностью, начинаешь верить. Все еще может измениться. Александр Калинин, Вячеслав Спиридонов и Владимир Морозов, телекомпания НТВ, Москва.